Друзья, наконец-то поступило первое сообщение от Навального из Берлина. Оно сейчас перед вами на экране. И первая фотография Алексея после перенесенного отравления. Это, конечно, хорошая новость. Всем привет, уважаемые зрители. По традиции начинаем наш очередной новостной обзор с хорошей новости. Дело в том, что Алексей Навальный начинает поправляться и делать даже заявление. Он восстанавливается после отравления. Он поговорил с немецким прокурором, об этом сообщает газета New York Times. И сказал, что планирует вернуться в Россию, как только выздоровеет. И эта газета сообщает такую информацию со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности ФРГ. Отмечается также, что Навальный отказался сотрудничать с российским следствием, которое предложило Германии провести совместное расследование его отравления. В то же время он не планирует просить политического убежища в Германии. Навальный намерен вернуться на родину, как только состояние его здоровья улучшится и продолжить прежнюю политическую деятельность. Я цитирую источник. Он полностью осведомлен о своем состоянии. Он полностью осведомлен о том, что произошло. И он полностью осведомлен о том, где находится, заявляет источник. Итак, друзья, два основных месседжа. Навальный вернется к активной политической деятельности, вернется в Россию. И второй пункт, он не будет сотрудничать с карательной полицейской системой Путина. Эти новости пришли сразу после того, как французская и шведская лаборатории вслед за немецкими химическими подразделениями подтвердили информацию о том, что выводы Бундесвера об отравлении Навального правильные. Немецкие власти обратились к лабораториям Швеции и Франции. И там подтвердили выводы экспертов Бундесвера об отравлении Алексея. Об этом сообщает правительство Германии. Кроме того, говорится в пресс-релизе, организация по запрещению химического оружия начала также проверку анализов политика. И еще была одна экспертиза в Германии, которая снова подтвердила новичок. Сразу же после получения результата французского сегмента экспертизы, президент этого государства Макрон позвонил Путину и во время разговора лично сообщил этому диктатору, что французские эксперты подтвердили отравление Навального новичком. В Каменюке, который имеется в распоряжении у прессы, сообщается, что Макрон выразил глубокую обеспокоенность преступным деяниям, совершенным против Алексея Навального. Макрон потребовал прояснить обстоятельства этого покушения и привлечь виновных к ответственности. Макрон подчеркнул, что Франция наряду с другими европейскими партнерами провела собственное исследование и пришла к выводу, что Навальный был отравлен нервным агентом из семейства новичок, что нарушает конвенцию по запрещению химического оружия. Президент Франции выразил полную солидарность с Германией по поводу тех шагов, которые должны были предприняты в будущем в связи с отравлением российского политика. Путин, впрочем, ответил, что голословные, как он говорит, и ни на чем не основанные обвинения в адрес российской стороны по делу Навального неуместны. В общем, точки зрения этих двух господ разошлись. Остается только вспоминать, как Макрон обнимал и вылизывал Путина и остается надеяться, что отношение Эммануэля к этому подонку наконец-то изменится, как и отношение фрау Меркель. А тем временем отношение западного общественного мнения и прессы все больше и больше напоминает ненависть. Ненависть к путинским отравителям. И мы можем убедиться, например, в этом на новой обложке издания The Guardian Weekly. Пожалуйста, посмотрите, какая замечательная картинка. На фоне отравления Навального все меньше и меньше шансов у Путина остается, чтобы построить в обход Польши и Украины очередную газовую ветку. Дания выступила против Северного потока-2. Европейские страны должны пересмотреть свое отношение к газопроводу Северный поток-2. Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредриксен. Об этом передает Датское радио. Я не думаю, что нам нужно делать себя зависимыми от российского газа. Было бы хорошо, если бы мы могли начать новую дискуссию. Об этом отметила Фредриксен. По ее словам, Дания ранее выступила против реализации проекта, который ставит Европу в зависимое положение от России. И теперь Дания будет более настойчиво убеждать своих партнеров в том, чтобы данный преступный проект от преступного государства был закрыт. Все более четкую и определенную позицию занимает в этом отношении и Вашингтон. На Совбезе Организации Объединенных Наций американская страда пригрозила санкциями за отравление Навального. Соединенные Штаты на заседании Совбеза заявили, что финансовые санкции за отравление Алексея Навального будут более сильными, чем они были раньше. И следом Великобритания, Бельгия, Германия, Эстония заявили, что осуждают применение химического оружия против российского блогера и оппозиционера. И призывают Россию провести полное и прозрачное расследование. Кстати, друзья, я был удивлен, когда я пару раз в предыдущих обзорах назвал Навального блогером. Набежало сотни, сотни ботов прибежали и начали кричать со всех сторон в комментариях, что Навальный это никакой не блогер. Называйте его не иначе, как политик. Ну, друзья, никто не говорил, что Навальный не политик, но вы уж извините, он все-таки блогер, поскольку ведет свой канал на YouTube. Быть блогером это не значит, что ты не политик. Можно прекрасно совмещать эти два достойных и уважаемых занятия. А возвращаясь к Совету Безопасности ООН, мы можем только отметить, что представитель Путинской Федерации Небензия заявил, что у Москвы нет никаких оснований начинать расследование по факту отравления Навального. Этим подонкам плевать на результаты исследования Шведской лаборатории, Французской лаборатории и два огромных исследования Германии. Им, конечно, на все это просто наплевать. У них свое мнение отличное от всего мира, как по Крыму с Донбассом, так и по Навальному. Ну, не привыкать, конечно. И Боинг, кстати, можем тоже вспомнить. Ну, а тем временем Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, фактически мне являясь, прилетал в Сочи к другому человеку, который называет себя президентом Российской Федерации, но также, конечно же, является узурпатором и захватчиком незаконно власти в России. К Владимиру Путину прилетал Лукашенко и Лукашенко увез от Путина полтора миллиарда долларов взятку вот такую вот за то, что, наверное, будет предоставлена Беларусь на откуп агрессору и оккупанту Путину. Многие говорят о том, что идет полномасштабная плановая аннексия Беларуси. Будем, друзья, следить за развитием событий. А тем временем, конечно же, всех удивили позы, в которых встречались эти два подонка. И, естественно, по интернету пошли гулять коллажи. Давайте посмотрим. Продолжая разговор о Беларуси, стоит отметить, что Соединенные Штаты занимают все более и более жесткую позицию по отношению к диктатору Лукашенко. США в ближайшие дни введут санкции против лиц из окружения Лукашенко и, возможно, другие санкционные меры. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Стивен Биген. Он подтвердил, что Соединенные Штаты не считают легитимным переизбрание Лукашенко на пост президента на выборах 9 августа, который в Вашингтоне не признали ни свободными, ни честными. Кроме того, Соединенные Штаты решительно осуждают насилие со стороны белорусских властей против участников акций протеста и представителей оппозиции. Биген не привел подробностей о санкции, но сказал, что Соединенные Штаты обсуждают их с партнерами по ЕС. Евросоюз уже подготовил санкционный список, однако пока что не ввел санкции в действие из-за позиции Кипра. Который увязывает меры в отношении официального Минска с жесткой позицией ЕС по отношению к Турции. Вот так вот неожиданно Турция и Беларусь оказались в одной санкционной связке. Следим за ситуацией. А тем временем приходят отличные новости из рынка нефти. Их две. Первое. Дело в том, что Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты объявили скидки на нефть вслед за Саудовской Аравией. Итого четыре таких огромных добытчика нефти снова опускают цены. И безусловно, путинской сырьевой экономике все больше и больше приходит труба. Но если еще газовый поток Северный-2 подоспеет, будет вообще замечательно. И еще одна новость. Дело в том, что произошло заседание правления British Petroleum, нефтяного британского гиганта, где было заявлено, что нефтяная эпоха в истории этой компании, ну впрочем, как и в мировой истории, закончена. И British Petroleum будет переходить на другие виды энергии, вкладывать деньги туда. Естественно, конечно же, на фоне этой новости, путинские нефтяные сырьевые российские перспективы выглядят все более и более бледными. Уважаемые россияне, либо выбрасывайте из Кремля эту сволочь, либо затягивайте пояса окончательно. Ну если, конечно, вам их на шее не позатягивают, от этого ублюдка всего можно ожидать. И хотелось бы добавить вам, друзья, оптимизма, не из сферы политики отличная, еще одна отличная новость. Ученые обнаружили на Венере вещество, которое называется фосфин. И это вещество может вырабатываться только фактически бактериями. Это открытие указывает на то, что на планете Венера, возможно, есть жизнь. С большой долей вероятности там приспособились и в ужасных условиях высоких температур и кислотных дождей выжили и существуют живые организмы, микроорганизмы, бактерии. Конечно же, это знаковое событие и это внушает оптимизм. Это еще один шаг к той версии, что мы, друзья, во вселенной не одни. И поэтому я предлагаю новостной блог закончить и вернуться к нашей еще одной старой традиции. Когда-то мы с вами вспоминали исторически интересные факты, которые произошли в этот же день. Сегодня у нас, друзья, 15 сентября и мы будем, наверное, если вам понравится, пожалуйста, напишите в комментариях. Будем в каждом нашем новостном обзоре в конце делать и исторический блог, что было сегодня в данный день. Этот день в истории. Напишите, пожалуйста, если вам это интересно. Мы продолжим. Жду ваши комментарии. Итак, друзья, начинаем нашу традиционную новую старую рубрику. Этот день в истории. Поехали. Вы будете смеяться, но именно сегодня отмечается то, о чем мы так часто говорим в наших выпусках. Сегодня, друзья, Международный день демократии. Да, именно сегодня, 15 сентября, был установлен Генеральный ассаблей ООН в 2007 году. И отмечается ежегодно этот день. Эта дата приурочена к 20 годовщине первой Международной конференции новых и восстановленных демократий, которая отмечалась в 2008 году. Ну, а теперь, друзья, нырнем в историю. Как утверждают, вычислили по летописям, именно сегодня, 15 сентября, в 911 году, князь Олег после успешного похода на Константинополь заключил договор с Византией. Летопись рассказывает, как «иди Олег на греки, взяв с собой союзников, множество варях, и славен, и чуть, и кривичи, и мерю, и древляне, и родимичи, и поляны, и севера, и вятичи, и хорваты, и дулебы, и тиверцы, и на конях, и на кораблях, придя к царю Граду». Когда греки прекратили путь по Босфору, Олег повелел поставить ладьи на катки и, подняв паруса, с попутным ветром перебросить их в Золотой Рох, откуда Константинополь был более уязвим. Напуганные появлением войска у столицы, византийцы вынуждены были заключить мир. Из текста договора известно, что в походе участвовало 2000 ладей. Договор устанавливал дружественные отношения Византии и Киевской Руси, определял порядок выкупа пленных, наказания за уголовные преступления и прочее, прочее, прочее. Этот договор считается, кстати, самым древним из всех, которые заключила когда-либо Киевская Русь с другими государствами. В этот же день, в 1254 году в Венеции родился итальянский купец и путешественник, представивший историю своего путешествия по Азии в знаменитой книге о разнообразии мира Марко Поло. Несмотря на сомнения в достоверности фактов, изложенных в этой книге, высказываемые с момента ее появления вплоть до настоящего времени, она служит ценным источником знаний по географии, этнографии, истории Армении, Ирана, Китая, Казахстана, Монголии, Индии, Индонезии и многих других стран Средние века. Эта книга оказала значительное влияние на мореплавателей, картографов, писателей 14-16 веков. В частности, она была на корабле Христофора Колумба во время его поиска маршрута в Индию. По подсчетам исследователей, Колумб сделал в книге Марко Поло около 70 пометок. 15 сентября 1890 года в Великобритании родилась известная английская писательница и драматург Агата Кристи. Она относится к числу самых известных в мире авторов детективной прозы. Мы все ее прекрасно знаем. Произведения Агаты Кристи стали одними из самых публикуемых за всю историю человечества. Уступают только Библии и трудам Уильяма Шекспира. Представьте, да? Ну, может быть, Толкин скоро догонит, не знаю. Будем следить. А также Кристи является самым переводимым автором. Она опубликала более 60 детективных романов, 6 психологических романов и 19 сборников рассказов. В театрах Лондона были поставлены 16 ее пьес. Книги Агаты Кристи изданы тиражом свыше 4 миллиардов экземпляров и переведены на более чем 100 языков мира. В этот день, друзья, в 1916 году произошла первая в истории мировых войн танковая атака в ходе крупномасштабной наступательной операции англо-французских войск против германских соединений на французском театре Первой мировой войны в битве у деревни Флёр, близ реки Соммы, 15 сентября 2016 года впервые в мире была проведена танковая атака, в которой было задействовано 49 боевых машин модели МК-1. И, таким образом, это будет самая первая крупная танковая битва в этот день. 15 сентября 1923 года в Таганроге, кстати, друзья, тогда это была Донецкая губерния, а сейчас это Российская Федерация, родился известный советский и российский поэт и поэт-песенник Михаил Танищ. У него, конечно же, масса песен. Мы знаем, друзья, что он сидел в лагерях и в последнее время мы его еще знаем как основателя и продюсера такой группы, как лесоповал. Вот до таких вещей он скатился в последние годы жизни. И в этот же день, в 1925 году, родился известнейший артист, советский и российский артист театра и кино, Кирилл Юрьевич Лавров. Ну, друзья, представлять вам его не надо. Многие-многие-многие роли. И одна из последних, я вам напомню, его ролей, это сериал «Бандитский Петербург». Ну, а теперь к науке. В 1928 году исследуя один из видов плесневого гриба, английский микробиолог Александр Флеминг выделяет антибактериальное вещество, которое называет пенициллином. Сообщение о результатах своих исследований он опубликует лишь через год. Ну, а теперь мы знаем, насколько важно это было открытие и каким важнейшим этапом это все являлось в развитии как медицины, в частности, так и науки вообще. Занимательный, хоть и мрачноватый факт из советской сталинской истории. В 1933 году Генрих Ягода, министр НКВД, вернее, народный комиссар, сообщает Сталину о раскрытии в Ленинграде, кого бы вы думали, общество педерастов, арестованное и осуждено свыше 150 человек. Вот такие вот у Сталина были, друзья, методы. 15 сентября 1938 года является, на мой взгляд, одной из самых позорных страниц в истории Британии. Дело в том, что в этот день премьер-министр Невил Чемберлин наносит визит Адольфу Гитлеру в Германии. Гитлер заявляет о своем намерении аннексировать входящую в состав Чехословакии судебскую область, ссылаясь на право населения этой области до самоопределения. Похоже на сегодняшние дни, друзья. И Чемберлин молчаливо это все съедает. Сегодня, друзья, день рождения у известного советского, российского журналиста, режиссера, продюсера, телеведущего, политического обозревателя и публициста Александра Политковского. Все мы его помним как одну из звезд программы, первой независимой политической программы на советском телевидении «Взгляд». И, конечно же, передаем ему поздравления. Что-то его не слышно, как-то, во всяком случае, я его нигде не вижу. Напишите, пожалуйста, друзья в комментариях, чем сейчас Александр Владимирович вообще занимается. Интересно будет почитать. 15 сентября 1956 году на трассах Аэрофлота появился первый в мире реактивный пассажирский лайнер. Он назывался Ту-104. Прекрасная, конечно, машина. Интересно было бы послушать, например, передачу доктора Зотева на эту тему и вообще на тему советского самолетостроения и его конкуренции с западными аналогами. Но, к сожалению, Дмитрий Борисович почему-то не откликается на просьбы о новых передачах на нашем канале. Если что, передавайте его приведет и сообщите ему при случае, что мы его всегда ждем. Еще немного о советских технических достижениях. В 1959 году в этот день отправляется в первое плавание самый большой в мире атомный ледокол «Ленин». Это, конечно же, на то время была тоже выдающаяся и мощнейшая машина своего времени. И в этом же году, в этот же день, в день спуска Ленина на воду, Никита Хрущев начинает свой первый официальный 13-дневный визит в Соединенные Штаты Америки. Это был эпохальный визит. Оттуда много, огромное количество видеоматериалов и там происходило множество уникальных событий. Мы, конечно же, может быть, когда-нибудь об этом, обо всем расскажем поподробнее. 15 сентября считается днем рождения экологической организации «Гринпис». Именно в этот день, в 1971 году, была первая организованная акция экологов против ядерных испытаний. Этот день с тех пор и считается днем рождения «Гринпис». В этот же день, в 1984 году, у наследника британского престола, принца Чарльза и принцессы Дианы, родился второй сын Генри, ну или Гарри его называет, Чарльз Альберт Дэвид. И это второй сын у этой пары. И, конечно же, все мы его прекрасно знаем. На этом, друзья, все. Уважаемые зрители, конечно же, будем регулярно делать новостные и исторические выпуски. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наши социальные сети. Ссылки в описании. Вы сможете там узнавать самыми первыми все эти важные новости. А обсудите и почитайте о них подробно. Вы можете на нашем форуме sobynews.com Адрес простой. Заходите, пожалуйста, давайте общаться. Если вы хотите, чтобы наши передачи были более качественные и выходили более часто, поддержите, пожалуйста, наш канал. Реквизиты и ссылки также в описании. До следующих встреч. Всем здоровья и пока!